Какие вопросы разбираются в этих хадисах? Вопрос первый. Протирание внешней части носка и нижней части носка. Батин, то есть, имеет в виду нижняя часть. Понятно? Не имеет в виду внутренняя часть. Потому что батин можно понять внутри носка, а можно понять снизу. Батин здесь имеет в виду снизу. Тот хадис, который с нами приходил, Мухир ибн Шуаба, указывает на то, что пророк Саваласан обтер внешнюю часть носков. Почему? Потому что Мухир с каким словом сказал? Пророк протер на них. Оттуда понимается, что он протер внешнюю часть носков. А, Саиб, здесь шеях Мухаммад Низан имеет в виду второй реваят. Так? То есть смотри, мы говорили, что хадис Мухир ибн Шуаба пришел в двух реваятах. Первым, где он сказал, что Мухир ибн Шуаба протер на них. Оттуда мы понимаем, что на внешнюю часть. Второй реваят пришел, что он протер верхнюю часть и нижнюю часть. Этот хадис, мы сказали, слабый. Так или нет? Так вот, говорит тот хадис от Мухира, который у нас приходил, указывает на то, что необходимо протер на верхнюю и нижнюю часть носка. Но мы сказали, что это хадис слабый. И это мнение принадлежит одному из подвижников, Абдулла ибн Умару. И также последователям подвижника, так как Умар ибн Абдулазиз, Ва-Зухри, Ва-Малик, Ибн Анас, то есть мнение имама Малика, Ва-Ибн Мубарак, Ва-Ибн Рахавай, Что такое Ибн Рахавай? Исхаб. Про которого мы обычно говорим, Ва-Исхаб, Ва-Исхаб, так, Исхаб, вот это он и есть Ибн Рахавай. Просто другим именем сейчас его названы. Ва-Имама Шафи, то есть вот эти все, Шафи, имам Малик, из подвижников Ибн Умар. Святый праведный халиф, как его называют? Так, Умар ибн Абдулазиз. Все сказали, что протираются на верхнюю часть и на нижнюю часть. Дальше. Вот этот хадис Али указывает на то, что необходимо ограничено протирание внешней части на себя, так? И не нужно протирать нижнюю часть. И это мнение принадлежит имаму Ахмаду, Ва-Ла-Узаеву Саури и Абу-Ханифу, так? У Асхабу, так же принадлежит Аузаев, принадлежит Суфьяну Саури, Абу-Ханифу и его последователям Уа-Исхаб Уа-Ибн Мунзир. Так же Исхаб, смотри, назвал здесь Уа-Ибн Мунзир, так? Ну, возможно, у Асхаба есть два реваята в этом мнении, в этом окосе. Тобой часто приходит, потому что в двух мнениях один и тот же человек встречается. Тогда говорят, что, возможно, у этого человека есть два мнения в этом окосе. И это мнение является более правильным. Какое мнение более правильным является? Да, то, что протираешь только сверху, а снизу протирать не узаконен. Понятно ли? Не узаконен. В лице хадис Али, потому что хадис Али является достоверным. Уа-Ба'а хадис Аль-Мунзира Камад Ахады. А хадис Аль-Мунзира является недостоверным в этой ревая, о которой мы говорили. И что здесь необходимо отметить еще? То, что называем ли мы обтиранием нижней части носка нововведениями или нет? То есть так не можно сказать. Почему? Потому что оно принадлежит, это мнение принадлежит имаму, имаму говорю, принадлежит одному из подвижников, так? Обзывая обнуамаром. Однако говорим, что от Пророка Сараласа такое не установлено, поэтому это не является узаконенным. Но что сказать, что это беда и так далее, тот, который сделает, это является, кстати, тяжелой словом, так? Потому что это что? Один из подвижников дел такой. Хоть и является этой ошибкой. Игорь Негода.